И вы знаете, мне просто, когда мы были в Алании, мы с супругой практикуем такой баланс между служением, трудом, который мы совершаем тоже для Господа, и отдыхом, восстановлением в нем. И я верю в то, что у нас хорошо получается, потому что мы вернулись в Алании, восстановленные. И там я размышлял над Словом Божьим, и на меня нахлынули такие воспоминания. Воспоминания о том, как мы когда-то начинали, когда я верил в 91-м году, началась такая первая интернациональная тоже церковь протестантского такого порядка. Первый раз приехал к нам уже так стационарно, да, уже, ну, приехал с посвящением на нашу казахстанскую землю из Лос-Анджелеса. Это кореец, который родился в Южной Корее, но закончил семинарию в Лос-Анджелесе, и миссия его отправила в качестве миссионера в наш город. Он открыл церковь, мы начали ходить туда, начали служить Господу, это были первые шаги. И я вошел в группу прославления, потом молились очень много, ну, это было, не знаю, просто тогда мы, я вспоминаю, когда мы молодежью собирались, мы молились, мы могли молиться, например, всю ночь без остановки. И при том мы молились на коленях, ну, в таком состоянии, мы находились в таком поклонении, в таком посвящении Господу. Мы иногда вопияли, ну, то есть в зависимости от нужды мы реально полагали свои души. Это была, значит, такая посвященная молодежь, которой просто мы жили Господом, мы были в полном таком погружении. И, конечно, Бог начал прилагать спасаемых, началось мощное пробуждение. Я помню, что 16 июня 91-го года я принял водное крещение, нас было тогда немного. Я помню, что вместе со мной принимал водное крещение Игорь Семенович Ким, который потом стал главным пастырем этой церкви, которая была под названием Грейс или Благодать. 16 июня 91-го года. Через какое-то время Игорь Семенович, он был отправлен в Москву, в духовную семинарию. Мне предлагали полететь в Лос-Анджелес, также в духовную семинарию. Игорь Семенович закончил духовную семинарию, вернулся опять в наш город, в Казахстан, и начал служение. Его рукоположили на пастора. Я помню о том, что он все время говорил. Его откровение, его видение было направлено на то, что Бог ему открыл, что мы ноги. И вот его проповедь, например, он выходит и говорит о том, что, вы знаете, Бог мне открыл, что мы ноги. Ну, я вот как-то так. И он начинает это как-то так вот рассказывать, раскручивать, такие картинки приходят. Ну, ноги, ну, такие, ну, как в древности, ну, люди ходили в сандалиях, не было транспорта, ну, или там на осли, когда ездили, ну, кто-то побогаче на конях. Ну, все равно это пыльные ноги, это ноги, которые нуждались в том, чтобы, ну, так и было принято, что в некоторых домах эти ноги, что, омывали, да. Ну, тогда обряд омовения ног, он был таким принятым в обществе. И я так про себя думаю, ноги, 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 ну, как-то, ну, ноги, что? Ну, потом, опять же, эта тема раскручивается о том, что, ну, мы ноги, мы ноги Иисуса Христа. Ноги Иисуса Христа, потому что мы призваны быть миссионерами, мы призваны евангелизировать, мы призваны открыть миссию в нашем городе. Открывается миссия, начинается как библейская школа, библейское училище, библейский институт. Отправляет миссионеров в институты, в семинарию, заканчивают, тут же отправляют их практикой. И вот такое началось движение такое, я хочу сказать, мощное миссионерское движение, движение ног. Потому что везде ходили, везде по всему Казахстану уже, ну, просто вот так испещрили все. Все районы, все области, везде миссионеры. За короткий промежуток времени церковь выросла более чем на 20 тысяч человек только в нашем Каргандинском регионе, в Каргандинской области. У Игоря Семеновича мощный опыт в прошлом, он был директором большого автопарка, под его начальством находилось более тысячи человек. Это был такой строгий начальник, ну, его знали там как такого, ну, может быть, в какой-то степени немножко деспот. Но как пастер он был замечательный. Ну, в том плане, что просто его стиль управления, да, его огонь, он буквально зажигал очень многих. Но, вы знаете, как-то внутри меня, ну, как-то вот этого не было. Ну, в том плане, что у меня не было помазания евангелиста. То есть, мне как-то это вот, ну, в какой-то степени было чуждо. Я просто вот, Господи, я спрашиваю, ну, там, в Алании, когда мы были, я спрашиваю, Господи, ну, вот, ты открыл, Игорь Семенович, о том, что, ну, вот, он в призвании ног. Ну, а мы-то кто? Вот наша церковь куда двигается? В чем? В каком призвании мы? И, вы знаете, мне приходит ясная, довольно четкая, ясная картинка. Я потом тут же поделился с супругой о том, что я увидел пронзенные руки Иисуса Христа. И, вы знаете, это как-то так вот просто, я когда смотрел на вот эту картину, пронзенные руки Иисуса Христа, я понял о том, что это мое призвание. То есть, это то, что для меня естественно. И более того, и Бог начинает тут же открывать, его так раскручивать. Он говорит, что мы в этом призвании уже находимся. То есть, мы в призвании рук, что вот, ну, рука, да, что может рука? Ну, рука может благословлять, да, рукой мы можем поддержать кого-то, рукой мы можем кого-то погладить. Мы возлагаем руки для того, чтобы помолиться за исцеление, да. Есть вещи, которые мы можем сделать только рукой. Ну, например, захотелось там за ухом почесать, но мы же ногой не чешем, да, как собаки. Ну, там раз. Нам кажется это привычным, нормальным. Но я хочу сказать о том, что есть функции рук, которые, ну, просто только рука выполняет. Ученые установили о том, что движение, микродвижение рук связано с подкоркой. Подкорками, структурами, это тончайнейше. Ну, например, если вот работу хирурга взять или нейрохирурга, да. Ну, это настолько тончайшая работа, то есть малейшая. То есть, это, ну, вот они делают операции под микроскопом. Ну, малейшая ошибка и что? Ну, просто большая ответственность. То это может просто закончиться летальным исходом. Поэтому просто вот функция рук, она может быть настолько уникальной, настолько невероятной. И Бог начинает открывать о том, что мы уже находимся в этом служении. То есть, мы помогаем, мы поддержим наше служение, служение нашей церкви уже. То есть, мы в этом двигаемся. Это для тела Христова. То есть, мы поддерживаем служителей. Мы приглашаем служителей для того, чтобы поддержать их. Для того, чтобы если они выгорели, если они устали, если они уже вот в каком-то изнеможении или уже надорвались. И вот, ну, просто нам реально их просто привезли. Наша задача их просто поднять. Наша задача их восстановить. Куда-то отправить там в изоляцию, там куда-то на море. Вы там, отдыхайте, ребята. Вот вы здесь, ваша семья, да. Ну, вот мы приглашали там целую семью. Взяли, просто изолировали. Говорят, отдыхайте, восстанавливайтесь, молитесь. Мы молимся за вас. Мы не хотим мешать вашему восстановлению. Господь с вами. Ну, если что, зовите там. Ну, просто покормим, да, определим. И очень много служителей проходит. Ну, вот я говорю, за это лето прошло более 40 служителей. Я хочу сказать вам о том, что это просто на самом деле чудо Божие. Потому что, ну, это не по человеческим силам. То есть люди приезжают, люди тянутся, люди узнают о нас. Вот каким-то образом. Вот звонят. Можно приехать? Ну, можно там. Приезжайте. Приезжают. Слава нашему Богу. Я хотел сегодня поделиться вот таким коротким словом, которое написано в Евангелии от Луки. 24 глава, 36 стиха. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И сказал им, вот то, о чём я вам говорил, ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне, в законе Моисеем, и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. И сказал им, так написано. И так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мёртвых в третий день, и проповеданным быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше. Аминь. И вы знаете, Иисус показал свои руки, показал свои ноги. И эти руки были пронзённые, да? И эти ноги были пронзённые. Эти руки были искалечены на самом деле. То есть его пронзили самым варваровским способом. То есть с помощью такого большого молота. Были такие просто гвозди. Ну просто, я не знаю, гвоздями даже их трудно было назвать. Это были такие штыри. Ну такие металлические штыри, которые при вхождении, они просто раздвигали кости, вызывали страшную какую-то неописуемую боль. Но, вы знаете, эти руки, они знают, что такое боль. Аминь или не аминь. Эти руки знают, что такое страдание. Эти руки знают, что такое римский бич. Эти руки знают, что такое быть отвергнутым. Эти руки, они когда-то на самом деле просто были пригвождены, прибиты. Через них когда-то текла кровь Иисуса Христа. Именно по этой причине эти руки, они сегодня могут поддерживать тех, кто сегодня страждет, у кого сегодня боль, у кого сегодня отверженность, кто сегодня оставлен. И слава нашему Господу Иисусу Христу за то, что Иисус когда-то пошел на этот крест, написано, добровольно. То есть никто его туда не повел. Иисус Христос говорит, я имею власть отдать свою жизнь. Никто не имеет власть взять ее. Помните это место, да? Я сам отдаю ее. Иисус пришел на эту землю добровольно. Для чего? У него была определенная миссия. Он пришел в качестве жертвы за наши грехи. То есть, по идее, мы должны быть все просто уничтожены, истреблены. Вчера мы на домашке, на альфа-курсах, мы размышляли о том, что для чего приходил Иисус Христос. И такая очень простая мысль о том, что Бог несколько раз хотел вообще просто уничтожить эту землю. И он делал это во времена потопа, во времена Ноя, когда он увидел, что велико развращение человеков на этой земле. И принял решение. Но тогда он еще в восьми человеках увидел. Одна семья хранила себя, читала Библию, Слово Божие. Жили по заповедям Господним, получали от Него откровения. По откровению построили Ноев ковчег. И потом, когда все человечество было истреблено, уничтожено за свои какие-то пленые такие злодеяния, потому что ничего святого, ничего доброго не осталось. Но две тысячи лет назад у Бога был такой великий план. В плане того, что воистину Иисус Христос был заложен, положен как жертва еще прежде создания этого мира. То есть, прежде создания мира, Иисус Христос уже вступился за каждого человека в отдельности, за все человечество вместе. Каким образом? Когда было решено о том, что будет создано все видимое и невидимое посредством Христа, посредством Слова Божьего, и просто на самом деле у Бога уже был план, что, ну просто, если человечество будет жить в гармонии с нами, все прекрасно, то есть, вечность в Едемском саду, вечность вот в этой благодати, да, вот в этой любви Божьей. Но если человек оступится, что делать тогда? И уже тогда Иисус Христос, Он просто встал между Богом и человечеством, единый посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос, потому что я, Господь, если ты Бог, Отец, если ты решишь когда-либо уничтожить всю эту землю человечества, каждый раз ты будешь иметь дело со мной, потому что я буду в качестве жертвы, я вступлюсь, я буду адвокатом каждого человека в отдельности, всего человечества вместе. Слышите меня? Еще прежде создания мира у Иисуса Христа было такое решение, решение и желание. Если так случится, я встану за все человечество. Пусть лучше будет на мне, Отец. Пусть лучше будет на мне. Пусть лучше я погибну. И вы знаете, вот это место уникальное, оно мне только недавно так начало раскрываться. Иоанна 3,16, знаменитая. Ибо Бог так сильно возлюбил этот мир, что отдал. Что значит отдал? Позволил. Позволил Иисус Христу. Я бы так хотел сказать, что Бог, Отец, так сильно возлюбил этот мир ради Иисуса Христа. Потому что Иисус уже был готов добровольно. Бог, Отец, если с человеком что-то случится, с человечеством в целом, я встану за них. Я готов пойти. Я готов пойти, посрать вместо них, поставить свое тело, пролить свою кровь. И Бог отдал. Слышите меня? Бог отдал своего единородного Сына, дабы всякий, верующий в Него, в Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Давайте мы будем об этом помнить. О том, что какой ценой. То есть Иисус пришел добровольно, никто его не заставлял, никто его... Он сам пришел, он сам. Просто, пожалуйста, если вы хотите, если вы не принимаете меня как Мессию, Его предали свои же, предали Его евреи, избранный народ, распяли Его язычники, распяли Его римляне. То есть мы все замешаны в этом. Только для того, чтобы Иисус Христос умер за наши грехи, как написано, и воскрес в наше... Что? Оправдание. Первый ниск из мертвых вошел на небеса и воссел одесную у Бога на небесах. Мне просто хотелось бы сегодня, может быть, это только часть моего какого-то откровения, в плане того, что мне как-то стало хорошо от того, что я увидел предназначение. Это не значит о том, что теперь у нас только служение рук, да, и просто мы будем только где-то в служении вспоможения, будем только молиться за исцеление и так далее и подобное. В каждой церкви всегда будут, если она подымается, все выше и выше, всегда будет пятигранное служение, всегда будет Бог ставить одних апостолами, других евангелистами, пророками, учителями, пасторями. Но вот именно функция, вот где мы в теле Господнем, вот мне как-то стало сразу понятно, ясно о том, что мы руки Христа, мы призваны, мне вот в этом хорошо. И Бог будет постепенно вот так отбирать о том, что на самом деле, ну вот ты где-то вот здесь, вот там, ты, может быть, мизинцем будешь, ты будешь указательным пальцем, да, ты будешь большим пальцем, но мы руки. И просто давайте мы вот этим проникнемся. Слава нашим Богу. Я не хочу сказать о том, что просто мы будем только одна рука, да, потому что в теле Иисуса Христа все взаимосвязано. Не может сказать рука ноге, что ты мне не нужна. Аминь или не аминь. Не может рука сказать глазу, что ты мне не нужна. Мы все друг другу нужны, но я просто вижу, что Господь нас вот просто ведет вот в этом направлении. Развивается служение вспоможения, другим служителям. Мы прибыли на эту землю, на болгарскую землю, тоже для того, чтобы помогать. Мы прибыли для того, чтобы помочь подняться, чтобы вместе, да, с болгарской нацией, ну, чтобы просто встать в проломе за вот эту святую землю, чтобы противостать там всем этим бесам, там, нечистым, чтобы выстоять вот на этой высоте, чтобы опять встать на вот этой скале, которая есть наш Господь Иисус Христос, которая есть откровение. Слава нашему Богу. Давайте мы коротко помолимся. Слава тебе всемогущий Бог. Давайте мы склоним наши сердца. Аллилуйя. Да, нам Господь четко и ясно видит свое предназначение, Господь Отече. Потому что, Господь, когда мы не знаем, куда мы идем, когда мы не видим, когда мы, Господь Отече, просто еще не нашли себя в теле Господнем, просто приходит какая-то сумятица, просто какой-то хаос, неопределенность. Но когда у нас есть четкое призвание, четкое призвание, и может быть, у кого-то есть какое-то особенное призвание, кто-то может сказать сегодня, я вот чувствую себя в самом сердце Иисуса Христа, слава Богу. Кто-то может сказать, а я вот в ногах, мне вот призвание идти куда-то и быть миссионером, слава нашему Богу. Аллилуйя. Отец. Асана. Но мы также, Господь, Тебя благодарим за то, что, Господь, воистину мы имеем святое помазание, и каждый, Господь, из нас лично научаем от Тебя, Господь, Аллилуйя, Отец. Ну да, также нам знать, что вот поместная церковь здесь, на этой земле, это руки Иисуса Христа, которые просто, Господь, на этой земле призваны помогать, кого-то поддержать, за кого-то просто, Господь, помолиться, возложить руки, кого-то исцелить, кому-то перевязать рану, на кого-то наложить пластырь. Аллилуйя, Отец Асана, слава Тебе, дай нам просто войти в то призвание, в котором Ты нас ожидаешь, чтобы на нас пришла сила, Твое могущество, сила Твого Святого Духа, Твоя любовь, мудрость, Господь, обитающая с разумом, Тебе за все слава, честь и хвала, великий наш Господь, Иисус Христос, Аллилуйя, и Церковь Божия скажет, Аминь. Слава Богу, садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас уже